Ну вот, друзья, я уже, в принципе, подошел поближе к водопаду, но получается так, что смотрите, какие у меня преграды. Я так понимаю, здесь частная собственность, раз дом стоит в любом случае частная собственность, хотя, в принципе, и спуск есть. По лестничке можно спуститься, но, опять же, чтобы на неприятности не нарываться, смотрите, мне не то, что по лестничке, мне нужно будет перейти туда, потом переступить через забор, перейти через ручей, потом перелезть через каменную такую, как ограждение каменное, потом еще одно каменное, и потом только-только я вижу, выхожу на тропу. Тропа идет где-то с той стороны. Так, что так много света? И вот, смотрите, на вот этот водопад, который уже, по сути, практически подсох. Несколько дней назад он был просто здесь широкий, такой мощный. И вот все, что мы видим, вот это вот все осталось. Потому что все-таки в горах снег растал, ледники тоже, как таковые, тают, и вот за счет этого уменьшается напор воды. А так, по сути, здесь воды никогда нет, когда теплая погода, это только во время дождей. Дождей или же какого-то холода, когда собираются осадки сверху на горе. Где-то там вдали, где-то примерно километров 10 в ту сторону, будет знаменитая гора Монте-Джен-Росо, которую я еще не посетил, надо будет как-нибудь ее посетить. Все-таки Монте-Джен-Росо, там, говорят, огромное количество разных животных обитает. Надо будет как-нибудь попасть туда. Могу, в принципе, конечно, спуститься, может быть, даже и попробую сейчас немножко приспуститься, посмотрю, может быть, там людей нет, но мне кажется, что в этом доме, скорее всего, живут люди. Вот, смотрите, прошелся я вдоль частной собственности, вот так вот вдоль забора. Там мужик сидел какой-то возле дома. Опять же, надеюсь, что никаких проблем не будет, но здесь же видно, в принципе, природа. В Швейцарии просто бывают такие места, что частная собственность, она не обязательно должна быть огражденная заборами. Это как бы мне такое говорили не раз. Так что нужно быть везде предельно аккуратным, чтобы не попасть на неприятности. Что, попробуем с вами немножко спуститься заради контента. Посмотрим, что там снизу за домик. Вроде бы окон нет. Я думаю, меня не заметят снизу. Сейчас попробуем. Нет, дорогие друзья, все-таки вниз я спускаться не буду, потому что вот здесь стоит видеокамера, видеонаблюдение. Не пойдет дело, надо идти обратно. Да, место, конечно, обалденное, смотрите. Мне бы такой бы иметь участок, смотрите, он узенький такой, вон забор и здесь забор. Здесь буквально, наверное, метров 10 ширины участок просто бомбический. Здесь сделать вообще какой-нибудь кемпинг, лагерь, все, палатка, шашлычки, мангальчики. Смотрите, с вот таким вот видом туями засадить, это, конечно, мечта. Смотрите, вид на водопад, на гору. Птички поют просто шик. Да, интересно, какие цены на участки. Сколько вообще здесь за сотку земли люди просят. Они, мне кажется, вообще здесь не продают ее, скорее всего. Ну вот, смотрите, вот я спустился немножечко дальше. Вот этот вот домик имеет этот участок, который мы видим спереди. А вот дорожка, по которой я поднимался. Я пристегнул велосипед вообще в той стороне, зашел в самый конец дороги и пристегнул его к трубе, чтобы... Чтобы как-то, я думал, что дойду до водопада, потом зайду обратно вечером до велосипеда и, в принципе, поеду домой. Но не получилось, поеду искать дорогу, дорогу, проход, куда можно вообще, как можно пройти на водопад. Вот такие вот, смотрите, здесь виды интересные. Такая зеленая травка в начале марта, просто кайфовая. Смотрите, какая крыша старая. Не представляю даже, сколько ей лет. В принципе, здесь все, буквально вот все, все, что я здесь не вижу в Швейцарии. Здесь все очень такое, 50, от 50 до 100 лет, как минимум. Даже вот эти камни, смотрите, дорога, я думаю, она совсем не свежая. Вот так вот, смотрите, я пристегнул велосипед к перилам. Фух, в таком вот красивом месте. Я думаю, вы со мной согласитесь, что это место красивое. С видом на озеро Лугана, как раз сейчас нет тумана. Дымка немного только так в горах есть, а так, как такового сильного тумана нет. Как-то надо мне объехать, объехать этот участок, куда я только что не попал. Я так и не понял, куда, туда и как-то вокруг той части, я так понимаю, нужно как-то объезжать. Сейчас будем думать. Или, может быть, все-таки пойдем в ту сторону. Поднимемся, скорее всего, да, давайте подверг туда, потому что все-таки в обратку мне идти совсем не хочется. Я уже, в принципе, наверх поднялся, скорее всего, пойдем туда, да. Смотрите, какое-то хозяйство, я так понимаю. Прицеп стоит. Там вообще сверху я вижу курятник есть и барашка ходит поверху. Вы, наверное, не видите. Довольно-таки далековато. А вон и коза ходит с колокольчиком. Я так понимаю, что это у кого-то в горах небольшое хозяйство. Так, я дошел до пчелиных ульев. Здесь, я так понимаю, добывают горный мед. Смотрите. Вот это вот все пчелиные улей. Надо, конечно, отсюда идти побыстрее, потому что, чтобы пчелы не покусали. Я довольно-таки боюсь сильно пчелиных укусов. У меня очень сильно напухает. Что руки, что ноги. А если куда-нибудь в шею лупанет, то вообще ничего хорошего не будет. Там вообще, смотрите, там целый рой летает их. Ух. Там вам, скорее всего, их не видно, но я их вижу. Их немерено, просто немерено. Потому что потеплело сейчас 20 градусов тепла. Так, надо побыстрее отсюда уходить. И, как всегда, смотрите, огромное количество каштанов. Просто все усеяно этими каштанами. А точнее, кожурой от каштанов. Я так понимаю, что люди пособирали каштаны. Где-то там внизу бежит ручей. Значит, в принципе, скорее всего, пойду я на другой водопад. Здесь еще один есть, я видел. Водопад. Здесь их несколько. Сейчас пойдем посмотрим. Может быть, на другой выйдем. Вот такие вот здесь таблички. Такие вот резко здесь обрывы. Сразу, мгновенно так. Шух. И ушел вниз. Так, пойдем туда вперед. Ух ты, смотрите, какая здесь скалистая местность. Здесь, как натуральные джунгли. Прямо на обрывах пальмы растут. Смотрите, внизу. Огромное количество светочков уже, смотрите, растет в марте месяце. Вот такой вот мостик, через который проходит этот водопад по низу. Прямо на обрывах пальмы растут. Буду здесь и заканчивать это видео. Попробую сейчас еще подняться наверх. Если что, то водопад будет у меня отдельным роликом. Подписываемся, друзья, на канал. Сейчас пойду туда под самый верх. Посмотрим, что там будет интересного. Не забываем ставить лайки, пишем комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok